Добавляем индикаторы. Готовый индикатор, который написан и вами или кем-то еще в торговой платформе Syncorswim. В частности, мы добавим сейчас индикатор, который показывает закрытие предыдущего дня. Стандартного индикатора такого рескрипта в Syncorswim нет в базовой комплектации. Поэтому, как это делается и как добавляется любой другой индикатор или код, который можно найти в интернете для Syncorswim, мы сейчас посмотрим. Для этого необходимо нажать на эту кнопочку и, собственно говоря, добавить новый индикатор. Здесь есть готовые индикаторы, есть различные стратегии, которые уже записаны и предлагаются вам. И если у вас есть готовый код, то его можно добавить таким вот образом. Вот это все выделяем и вместо этого дела вставляем готовый код. Так я добавил код закрытия предыдущего дня, previous close. Взял его, грубо говоря, с одного из блогов в интернете, где этот код в открытом доступе. То есть, что мы делаем? Мы просто копируем вот этот код, вставляем его в Syncorswim и он появится уже в виде индикатора. Сейчас мы скопируем для примера другой код. Например, здесь у нас есть также автоматические предыдущего дня range, какой-то лейбл, да, previous day high low. Давайте вот этот вот high low поставим. Снажимаем, выделяем код готовый. Вот так он выглядит в данном случае. Копируем. И та же процедура. Добавляем новый. Здесь все проверяется, что все нормально. Нужно ввести его название. Попробуем таким образом это сделать. Ну, вот тут не всегда он скопированный текст позволяет, видите, сохранить. Previous day high low. Ну, вот так вот мы его сохраним. И после того, как мы нажмем кнопку Apply, он нам что-то должен нарисовать. Ну, в общем-то, вот и появились эти верхние и нижние уровни. Для того, чтобы они были более заметны для нас, давайте мы... Даже pivot есть, прекрасно. Pivot выделим черным, например. Черный, окей. И S1 тоже, пускай будет красным, тоже будет 2. Жмем Apply. И вот у нас появились, собственно говоря, минимум вот внизу, максимум наверху и pivot посередке. Окей? Окей. Итак, у нас есть закрытие предыдущего дня. High low предыдущего дня и pivot point. Тоже предыдущего дня. Продолжение следует...